В Артёме начался розыск мужчины, загоравшего у Вечного огня. Видео инцидента появилось в соцсетях 7 июня. Житель Артёма залез в чашу Вечного огня на мемориале воинам-артёмовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, позировал перед камерой, полулёжа и курил. Видео возмутило общественность. Правоохранители устанавливают личность осквернителя Вечного огня. 7 июня 2020 года в средствах массовой информации появилось видео, на котором мужчина сидел в чаше Вечного огня на мемориале жителям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны и курил. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности мужчины и выяснение всех обстоятельств произошедшего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава города Вячеслав Квон совместно со специалистами Управления жизнеобеспечения и благоустройства проинспектировал ход ремонтных работ улицы Фрунзе в районе автовокзала. Рабочие уже сняли старое дорожное полотно на площадке, прилегающей к самому автовокзалу. По проекту на этом месте уложат новое асфальтное покрытие, а по периметру установят бордюрный камень. Ремонтные работы ведутся за счёт средств местного бюджета. Сама территория автовокзала – это уже другой участок земли, это не муниципальная земля, как и само здание автовокзала. И поэтому там собственник уже будет заниматься другой территорией. Если это необходимо, будем собственником работать, чтобы он приводил свою территорию в надлежащее состояние. А вот что касается остальной муниципальной территории, как раз мы здесь и производим работы. Дорога за автовокзалом долгое время оставалась одним из проблемных участков. Автомобилисты не раз обращались к администрации с просьбой отремонтировать дорогу. Мы все знаем, что основное разрушение наших дорог, асфальта, оно происходит как раз из-за воды. Потрядчик сегодня приступил к работам. Помимо просто качественной укладки, для нас важно, чтобы не заставилась нигде вода. И мы просто выехали на место, посмотреть, куда мы сможем отвезти воду. Если есть здесь ливневые сети, значит эти потоки направить туда, что-то направить по рельефу. Ну, такая обычная работа, просто в качестве контроля приехали, встретились с подрядчиком. И вот сделали именно акцент на том, чтобы не скапливалась вода на этой территории. Согласно контракту, работы по благоустройству должны быть выполнены до 1 августа 2020 года. Анастасия Абдулхалек, Иван Петров, Светлана Нурик. Городские новости. Хочу еще раз всем напомнить, что с 8 числа мы начинаем свою работу. Почти два с половиной месяца многофункциональный центр, к которому мы все так привыкли, находился в режиме ожидания. После частичного снятия ограничительных мер с 8 июня прием граждан возобновился. У нас открываются два отделения, это наше основное и на Черноморской. Режим работы у нас сохраняется. Главное условие приема выдачи документов – соблюдение норм безопасности. Этот вопрос обсуждался на общем собрании коллектива, которое состоялось за два дня до начала приема. Мы будем работать в масках, перчатках, у нас будет дезинфекция рабочего места. Заявители на входе будут также обрабатывать свои руки. В случае мы будем измерять температуру тела. В случае, если у заявителя будет выявлена повышенная температура, и он пришел без средств защиты, то, к сожалению, мы будем вынуждены ему отказать. Предварительная запись по телефону или через сайт. Соблюдение социальной дистанции. Ожидание очереди не внутри помещения, а снаружи. Все это вынужденные меры для того, чтобы избежать тесного контакта между посетителями. Сотрудники МФЦ заранее готовятся к таким условиям работы. Все понимают, что возможно, мы столкнемся с сложностями. То есть весь поток людей будет к нам идти. С каждым придется проводить разъяснительные работы, что по записи. К нам просто так невозможно попасть. 222-11-11. Код города Владивостока. По этому номеру и раньше можно было дозвониться. Только не на прием, а на выдачу документов. Когда у нас закрыли отделение, пошли именно за выдачей. Несколько за приемом, сколько за готовыми документами. А в первые два дня, когда было открыто наше отделение на выдачу, у нас были большие очереди. Даже все окна были заняты. Потом, уже в мае, конечно, поток выдачи стал меньше. И специалистов меньше стали вызывать на выдачу. Документовед Валентина Журавлева – одна из тех, кто работал все время самоизоляцией. И сейчас свой выходной день пришла на собрание коллектива, потому что новые условия требуют иного подхода в решении непростых задач. И только общее взаимное понимание поможет вместе преодолеть ситуацию, в которой мы все оказались. Александр Наточиев, Дмитрий Снегирев, Светлана Нурик, Даная Михайлова – городские новости. 7 июня ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Артема Виктор Воронцов. Виктор Иванович не дожил до своего 93-го дня рождения, всего неделю. Прощание с ветераном состоится 10 июня. А сейчас давайте вспомним, каким он был. Виктор Воронцов – почетный работник авиакомпании «Владивосток Авиа». И хотя сегодня это предприятие – структурное подразделение компании «Аврора», здесь Виктор Иванович остается своим. Вся его жизнь связана с авиацией. В 1944 году, 16 лет, он добровольцем пошел в армию. По малолетству его определили в Третью школу морских пилотов, созданную во время войны. С Дмитрием Тыщуком, сегодняшним руководителем Приморского филиала авиакомпании, они беседуют о боевом прошлом ветерана. В конце июня я уже был в этой Третьей школе. А в 1945 году, в январе месяце, началось расформирование. Предложили мне авиационно-техническое училище, город Молотых. Ну, душа не приняла. Туда приехал человек, наверное, 22-23. Мы все отказались там учиться. Мы все написали рапорта в действующую армию на фронт. Их убеждали, что они слишком молоды для фронта. Говорили, чтобы подумали о матерях. А они настояли на своем. Определили юного патриота и таких же, как он, мальчишек, в отдельную конвойную роту, которая сопровождала военные грузы. Приходилось в Москве какая-то бумага, туда-то отправить конвой. Там формируется, понимаете, эшелон, загружается. И мы доставить должны на фронт. В Польшу, в Германию приходилось. Особенно перед тем, когда Дансинг брали. Мы все время были в дороге. Вот там я понюхал, что такое бомбежка. Когда бывали, все было. Побывал молодой защитник Родины за это время на многих заводах, выпускавших технику, бомбы и снаряды. Однажды в горячем цехе на предприятии в Нижнем Тагиле бойцы увидели изумительно красивых девушек. Поразили их волосы лимонного цвета и почти такого же цвета лица. Они разливом занимались, разливом пороха. И вот это пороховое, вот это висящее облако в этом цеху, она их сделала, как говорится, вроде бы красивыми, но, как говорится, здоровье их. Я как запомнил, что они никогда в жизни ни одна не разит. Для Виктора Воронцова главной в жизни стала профессия защищать Родину. И в аэционное училище он все же поступил, уже после войны. Закончил училище, значит, попросил рапортом направить меня служить на Дальний Восток. Служил в Совгаване, на Сахалине, в Мангохта, Николаевке. А в 1971 году полк обосновался в Кневичах. В последние годы службы в полку был начальником авиатычи. И с этой должности в 1979 ушел в отставку и прямиком во Владивостокский объединенный авиаотряд. В этом году Виктору Ивановичу исполняется 88 лет. Вы только вдумайтесь вот в эти цифры. Вот. У этого человека такой богатый жизненный опыт. Он помнит многие даты, многие события, вплоть до мельчайших подробностей. Поэтому вот даже само это общение, уже не говоря о личностных качествах Виктора Ивановича, как человека, как руководителя, как специалиста, прошедшего разные уровни, и на службе в рядах Советской Армии, так и на службе в гражданской авиации. У него очень и очень многому можно поучиться. Сейчас Виктор Иванович на заслуженном отдыхе. Но всегда откликается на приглашение, чтобы пообщаться с подрастающим поколением, рассказать о своих боевых товарищах, о том, как надо беречь Родину. Частый гость он и в муниципальной гимназии номер один. Мы спросили у ветерана, каким для него был первый день войны. На площади очень много людей слушали репродуктор. Мы, мальчишки-то, думали, финскую разбили и эту, но взрослые между собой говорили, это надолго. У меня уже два товарища, с которыми я учился в одном классе, они были годами старше, они ушли на фронт. И я считал, что я тоже должен защищать Родину. Один из тех двух его товарищей не вернулся, другой пришел без ноги. А его Бог хранил, как хранит до сих пор. На Дальнем Востоке прошла его армейская жизнь. Приветливо встретивший много лет назад город Артем стал родным. Все здесь ему знакомо и дорого. И он здесь свой, герой ушедшей войны, истинный патриот Виктор Воронцов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Выдает маску, перчатку. Казицын Владислав Алексеевич. Не ожидал такого приема в военкомате? Нет, я не ожидал. Но я был готов ко всему. Учитывая ситуацию, сотрудники военкомата с особым вниманием относятся к призывникам, потому что режим самоизоляции и ограничительных мер мог негативно сказаться на психике уравновешенных молодых людей. Стрессоустойчивость понижается, когда все наваливается на них. Просто кто-то выдерживает ее, а кто-то нет. Ну она, да, в зависимости у каждого свои психические, индивидуальные планки. Да, и поэтому у кого-то она высокая, у кого-то низкая. Как известно, с пониженной психологической планкой в армию не берут. Служба в вооруженных силах – это не только хорошее физическое состояние здоровья, но и стрессоустойчивость. Понимаю, что это ответственное мероприятие, как бы надо подготовить себя, мысленно понять, чего ты хочешь, как достичь этих целей, ну и для чего, собственно, хочешь служить. А в каких войсках ты собираешься служить? Хочу в морфлот. А почему в морфлот? Потому что родился рядом с морем? Нет, просто нравится море. Хочу на корабли. Детская мечта начинает сбываться, когда переступаешь порог военкомата. Но есть и такие, у которых совсем иные идеалы. Есть еще вариант не пойти в армию – альтернативная служба. А почему вы решили идти на альтернативную службу? Убеждения есть такие. Убеждения? Вы в какой-то сексе стоите? Нет, моя личная. Не позволяет мне нести военную службу. Поэтому я попросил о замене на альтернативную. У каждого человека есть право выбора, если ты находишься в самом начале жизненного пути. Владимир Витальевич, а что из себя представляет альтернативная служба? Альтернативная служба, они работают на благо нашего государства, оказывают помощь на почте, в госпиталях, в больницах, уход за больными. На почте будут разносить корреспонденцию какую-то. 21 месяц, получается, они будут проходить альтернативную службу. Вместо 12 месяцев, год, они будут служить 2 года, работать. Есть призывники, и их немало, которые не могут служить по медицинским показателям. От болезни, к сожалению, никто не застрахован. Вот сейчас направим его на наполнительное обследование, и в связи с чем потом будем ему устанавливать категорию годности и принадлежность его к призыву на военную службу. Работа врачей призывной комиссии не терпит ошибок и неточностей. Правильный диагноз – это ответственность за жизнь и здоровье молодых людей. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Вставайте сюда. 189. 77. Мальчики все здоровые, умные. Красивые. Красивые. Одним пальцем в нос себе попадите, прям в другим. Ну, все, присаживайтесь. Скажите, вот по вашему направлению много заболеваний вы имеете? Да нет, большинство проходят комиссию положительно. Сдержанный оптимизм врачей, плюс желание самих призывников служить в вооруженных силах, вселяют робкую надежду на то, что весенний призыв состоится, несмотря ни на какие коронавирусные инфекции. Такого же мнения и военный комиссар. План набора есть всегда, есть наряд, который инкомат города Артем постоянно выполняет. Первая отправка у нас была 12-го числа. Мы отправили 13 человек. 13 человек уже проходят службу в рядах вооруженных сил. Некоторым выпускникам на момент окончания школы исполняется 18 лет. Будет ли им дана возможность в этом году поступить в высшее учебное заведение? Каждому гражданину разрешается и положено по законам, имеется возможность для поступления в высшее учебное заведение. Те категории граждан, которым исполняется 18 лет, им будет предоставлено возможность, чтобы они поступили в высшее учебное заведение. Есть такие парни, а теперь еще и девушки, которые хотят стать профессиональными военными. Для них ведется специальный набор «Высшее военное училище». До 1 июля нам предлены сроки принятия заявлений. Какие высшие военные учебные заведения пользуются популярностью у молодежи города Артема? Это Космическая академия Санкт-Петербург, Воронежская военно-космическая академия техническо-инженерная, также, как всегда, летная, Краснодарская летная училище, Челябинский филиал готовит штурманов военных, обязательно актуально. Краснодарское училище защиты государственной тайны очень имеет большое значение. Девушек мы готовим и направляем. Это Академия связи, имея результаты ЕГЭ по физике, обязательно. А также военный университет город Москва. Если у кого-то есть желание посвятить себя военной профессии, то двери военкомата всегда открыты. Для остальных, как получится. Товарищ председатель призывной комиссии, призывник Гусанов на заседание призывной комиссии прибыл. Призван. Призвы вооруженного всего Российской Федерации. Люди, служившие в армии, считают, что призываться весной лучше. Во-первых, тепло, легче переносит сотрудности армейской службы. Во-вторых, весной и в начале лета хорошо возвращаться. Всего лишь год и ты снова дома, где тебя любят и ждут. А главное, многому научился, друзей настоящих нашел и родине долг отдал. Александр Наточев, Иван Петров, Даная Михайлова, Артемовское телевидение. Если ваша дорога в школу начинается с автобусной остановки, то нельзя ходить по дороге, где ездят автобусы. Самая безопасная дорога, где могут ходить люди, это тротуар. Потому что здесь у вас есть две машины и ни в коем случае не выходите на дорогу, где стоят машины. Потому что они могут выехать, сдать назад и сбить человека. Даже если вы переходите дорогу по пешеходному переходу, убедитесь, что машина остановилась и пропускает вас. И переходите в проезжую часть. Такими роликами ребята из кружка «Безопасное колесо» Артемовской станции юных техников рассказывают своим сверстникам о правильном поведении на дороге. Руководит кружком педагог дополнительного образования Светлана Мельникова. «Безопасное колесо» у нас городская команда «Артемовский ЮИД». Наша задача сделать городское движение юных инспекторов движения. Это федеральная программа, то есть это развитие пропаганды безопасного поведения детей на дороге. Это очень серьезная вещь с моей точки зрения. Мы сделали городскую сборную команду, туда входят ребята из разных школ. И в каждой школе еще есть свой отряд какой-то юных инспекторов движения. Наша задача станции юных техников, вот сейчас кружки работают не как раньше. Впечатление такое привычное, что кружок, это вот сидят дети, там вяжут, вышивают, там 10 человек. Мы сейчас больше работаем на весь город. То есть если мы создаем команду, это городская команда. И мы работаем на все школы. В тесном контакте с ГИБДД мы проводим всякие акции, мы делаем городские мероприятия. Я считаю, что самое главное, мы с детьми какое-то очень много всяких разных мероприятий городских проводим по изучению правил дорожного движения. У нас велоквест осенью собирает, ну, больше 100 человек, вот 150 было, по 200 было. У нас брейн-ринг, который тоже посвящен велосипедистам. А немножко у нас есть соревнования по медицинской, показания первой медицинской помощи при ДТП. Тоже считаем очень важно, чтобы дети это представляли. А ближе к весне у нас идут прям настоящие билеты, как в автошколах. Мы второй раз сейчас весной поучаствовали в международной олимпиаде «Глобус» по ПДД. Она известная олимпиада, там все предметы, то есть все предметники у нас участвуют в ней. И у нас четверо ребят оказались победителями. Мы уже второй раз, то есть там уже у нас около 50 детей поучаствовало, но вот четверо оказались победителями. Теперь мы на осень так заряжены, чтобы мы прям вот прям прям прям. Мы видим, что интерес детей вот за эти три года, он прям очень резко повышается. Сейчас у нас в наших мероприятиях уже меньше 200 человек редко бывает. Ну, город небольшой, для нас я считаю, что это неплохо. Проекты «Безопасного колеса» давно вышли за рамки стен станции. Яркий пример тому – размещенный на сайте веб-квест «Уроки безопасности», где ребятам предстоит совершить виртуальную прогулку, столкнуться с опасными жизненными ситуациями и выбрать правильный вариант поведения. Всего за месяц квест прошли 2,5 тысячи школьников. Своим впечатлением о нем поделилась ученица 3-го Б-класса, школа номер 17, Елизавета Антонова. Квест – это так, наверное, развлечения больше или нет? Ну и развлечения, и учеба как-то и так, и так. Было интересно, познавательно, я даже несколько не знала, но как посмотрела, там есть специальные видео, сразу все узнала. Ну вот, если ты ждешь автобуса, то не надо слишком близко к тротуару подходить там, потому что автобус может тебя шибить. А если зебра, есть же еще, знаешь, такие переходы, есть регулируемые, а есть нерегулируемые. Да, знаю. Вот регулируемые – это там, где стоит светофор, и ты дождалась и пошла. А есть еще, где нет светофора, ты подходишь к зебре, и что, сразу побежала? Как вот ты? Нет, я договариваюсь с водителями. Как ты договариваешься с водителями? Ну, просто водитель остановился, значит, он меня пропускает. Если он едет, я его пропускаю, когда он остановился, я просто иду, и все, и он снова поехал. А что бы ты хотела пожелать другим на основе этого теста, другим школьникам? Ну, хочу, чтобы они все запоминали это, соблюдали правила безопасности, которые там показывают, ну и вообще, которые им в школе знания дают. Вот так интересно и доступно Светлана Мельникова и ее отряд юных инспекторов движения пропагандируют безопасное поведение на дороге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова